На тройной праздник в Воронежский институт федеральной службы исполнения наказаний России собрался, кажется, весь город. Почему праздник тройной? Во-первых, институту вручают знамя. Во-вторых, открывается мемориал. И в-третьих, это, конечно, выпуск молодых лейтенантов. Собственно, то, ради чего и существует любое высшее учебное заведение. Я считаю, что уровень подготовки выпускников в ВУЗ достаточно высокий. И если сегодня я посмотрел учебную базу, я бы хотел сказать огромное спасибо Валерию Павловичу за то, что он так много отдает времени и души развитию учебной базы. Я думаю, что в таких аудиториях и при такой технической оснащенности ребята будут получать еще более серьезные базовые инженерные знания. Вручение знамени институту – это очень волнительный момент. Проходит он в полной тишине. Заместитель директора ФСИН России Анатолий Анатольевич Рудый передает штандарт начальнику института генерал-майору Балану. Затем полотнище вручают знаменосцу. Торжественный пронос знамени перед строем сопровождается раскатами «Ура!». Представители православной церкви освящают обретенный институтом штандарт. Вслед за вручением знамени состоялось торжественное открытие мемориального комплекса института. Честь перерезать красную ленту доверена ветерану Великой Отечественной войны Мамеду Мерзамамедовичу Джабраилову. В этом году ему исполнилось 95 лет. Но не участвовать в открытии памятника защитникам Отечества он не мог. Зажигает огонь в центре мемориала Николай Николаевич Образцов – заслуженный строитель Российской Федерации. Памятник освещают и звучат залпы салюта. Митинг на плацу института со словами напутствия молодым лейтенантам плавно переходит в кульминацию торжеств. 125 юношей и девушек выпускаются в жарком июле 2013-го. Семь из них закончили вуз с отличием. Для них, их родителей и преподавателей – это праздник и начало долгого и трудного офицерского пути. Выпуск проходит не в самое простое время для всей пенитенциарной системы России. Реформа в наших тюрьмах и колониях идет полным ходом. Кстати, Воронежский институт федеральной службы исполнения наказаний в 2012 году вошел в сотню лучших вузов России. В 2013-м он повторил свое достижение. Два раза подряд – это уже система. Мы выпускаем 125 сейчас выпускников. Для всех есть места. Они уже знают, в каких должностях они будут уже трудоустроены сразу после выхода из отпуска. Пять лет, как уже сейчас, прилетели очень быстро. Первое время только было тяжело. Это первые годы в казарме. Ну, как нам, в принципе, обещали, то, что сначала будет трудно, но потом все пойдет как по маслу. Главное – учиться, стараться и все приложится. Самое лучшее время – это было первый, второй, третий курс. А потом уже совсем все по-другому. Да, у них все будет хорошо. И вспоминать годы учебы в Воронежском институте в СИН России они будут как самое лучшее время в своей жизни. Ведь молодые лейтенанты будут работать в таких местах, где надо не озлобиться на весь белый свет и на людей, не очерстветь. Возложение венка памяти павшим – тоже традиция. Традиция воспитания подрастающего поколения в патриотическом ключе. Однако выпуск – это всегда праздник. И без небольшого концерта никак не обойтись. Изюминка – выступление отдельного показательного взвода девушек-курсантов-барабанщиц. Они – гордость института. Продолжение следует... Как и положено, заканчивается все прохождением торжественным маршем. Развивается знамя, печатается шаг. Летят вверх монеты. На счастье. Эти ребята начинают свой трудный, но необходимый для общества путь. Они будут тем буфером, который не дает пересекаться миру криминальному и миру здорового общества. Они идут защищать нас от нас самих. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова